А перед началом видео я вам советую посетить tntcase.ru Множество игр по самым вкусным ценам, а также вандомные ключи для Steam, в которых можно выиграть реально крутые игры. tntcase.ru Хей, друзья, всем привет, с вами Дима Ванпойнт, и сегодня мы играем в Need for Speed 2015 года, ну или если на ПК, то 2016, а в данном случае мы играем как раз на ПК. Итак, вы меня давно просили прокачать Nissan Fairlady 240Z, она 1971 года, и как вы говорили, валит боком просто замечательно. Итак, я уже на ней покатался, да, ребята, скажу вам авансиком, машина валит боком очень хорошо, но, а что я сделал у нее по настройкам? Итак, все у нас в категории Е стоит, только предпоследняя турбина, и выдает она на нас мощность 906 лошадиных сил, максимальную скорость 360 км в час, разгон с нуля до сотни за 2,13 секунды. Не очень сильно заморачивался с ее стайлингом, поэтому, грубо говоря, практически самый первый винил, который у нас попался, я купил. Ну и дисочки, которые более-менее на ней смотрятся, я поставил. Сразу же оправдываюсь про лавочку сзади, эта лавочка сзади на ней нифига не смотрится, вообще нифига, она, честно говоря, даже меня самого бесит, эта лавочка. Но, ребят, к сожалению, если не ставить лавочку, то не будет у нас настройки прижимной силы, а если не будет настройки прижимной силы, значит и дрифтить мы будем хуже. Итак, что бы хотел сказать про то, как 240-я Зетка едет. Едет она просто шикарно, причем, как вы уже поняли, это эксперимент на автоматической коробке передач, поэтому, как вы видели, со старта я драпанул очень хорошо. При этом немножко подбавил нитру всего лишь, хоть у меня и стоит оно на мощности, но оно дало такой хороший скачок. И мы уехали даже от уракана, даже от уракана. Немножко я такие ошибки довольно-таки, ну, не очень сильные, но при этом допустил. И тут у меня заработался даже один уровень, 57-й у меня теперь, и стала доступна новая обтяжка. Ну ладно, что же про то, как едет 240-я Зетка, как я уже говорил. Едет она просто отлично, управляется она очень шикарно, и вы сами видите, сколько уже очков я заработал. То есть у нас вот там вот человек скип 1686, это парень, который едет на уракане. И можно сравнить очки, у меня сейчас 154 тысячи, у него 88, при этом он ехал прям за нами, он ехал вторым. И при этом автоматическая коробка передач, ребят, то есть это не самый лучший вариант. Ну, на данной трассе это довольно-таки неплохо, но вообще лучше всего, как я говорю, ездить на механике, потому что там вы сможете регулировать передачи, и ваша машина будет либо уходить в занос, и при этом нормально не замедляться, ехать как нужно. Но вот чем именно мне Зетка понравилась, тем то, что даже на механике она выбирает нужные передачи, точнее не на механике, а на автомате она выбирает нужные передачи, и механика, по идее, не нужна. Поэтому вы сами видели настройку, я вам показывал, машина едет просто отлично, выигрывает на ней, ну, вы сами видите, довольно-таки просто, поэтому если вам нужна машина-убийца Уракана, которая будет рвать, метать и вообще полностью разносить эти ламборгини, то просто берите и прокачивайте с такой же настройкой, как я, 240-ую Зетку, и мне кажется, вы не будете знать бед, потому что, ну, опять же, управление у нее очень хорошее, она не дерганая, когда нужно, она едет по прямой. Кстати, это одна из таких особенностей, которые редко встречаются у автомобилей в NFS, потому что обычно, если вы прокачиваете полностью в дрифт, машина, она даже по прямой не может нормально ехать, ее постоянно сносит, вообще всегда, абсолютно всегда. Здесь же все ок, машина едет по прямой, без всяких проблем, и когда нужно, нажимая одновременно тормоз и ручник, и машина уже опускается вбок. Также ее можно заносить еще и просто с тормоза, что, кстати, дико удобно. Ну, а здесь у нас уже финиш, и в этой гонке я для себя поставил новый рекорд, а точнее, я заработал целых 476 тысяч очков. И здесь я пришел на первом месте, причем чувак на Уракане приехал на втором, и я думаю, ему было дико обидно. Ну, на этом у меня все, всем спасибо большое, кто мне посоветовал 240-ую Зетку, она оказалась реально очень крутой. Ну, и если вам понравилось это видео, то обязательно подписывайтесь на канал, а также ставьте лайки, с вами был Дима OnePoint, и всем пока-пока.